Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. Мы проходим Assassin's Creed 4 и останемся на том месте, где можно поохотиться на акул. Я вот смотрю, на меня какой-то корабль едет, мне это не нравится. Давайте от него отходить из точки его обозрения. Нам в этой области зеленой нужно найти испанский галеон для того, чтобы защитить наше укрепление. Сюда мы отправляемся. Нашел. К нему и двигаемся. Вернее за ним. А здесь у нас Шторм и мы уже с ним были знакомы в начале игры. Каким образом с ним совладать тоже знаем, но это не всегда бывает просто. Так, давайте я уберу маркир с акул, чтобы он меня не маячил. Корабль, а просто монстр. Да. Так, это метку-то убратья мои. Давайте на нем поставим. Какое-то странное обозрение. Он на 360 градусов смотрит, что ли? Давайте к нему на полном ходу. Мне вот эти вот шныряющие рядом корабли бесят. Мне нужно следовать за ним, но при этом не выпадать в его поле зрения. Так как так вам возможно? Надо сзади него держаться и умело варьировать. Лавировать. Потому что у него смотр, видите, не только вперед, но и направо-налево тоже идет. А назад вроде как нет. Под покровом ночи они хотят... Ох, блин, еще один корабль навстречу. Так, он направо, а я, соответственно, налево. Блин, ну как так? Хорошо, уже получилось. Чтоб каждый парус наполнился ветром. Марсили и бомбрамсили. Волна. Ну, вроде не огромного типа, от которого нужно свой экипаж скрывать. Так, еще навстречу корабль едет. Да что, что ты будешь делать? Смотрите, Боба, ясно. Че, давайте правее уходить. Если это возможно. Бесит меня эти корабли. Не попадать в поле зрения преследуемого корабля, при этом не попадать в поле зрения кораблей, которые едут рядом. Не так-то просто. Так. Он тормозит. Он тормозит. Блин, держаться в этой слепой зоне, это просто не реал. Да что ж ты будешь делать? Со всех сторон обнарую. Я уже могу капитан обработать на каком-нибудь судне. Так, заодно можно ему груз захватить по пути. Замечен груз, Кэп. Взял уже. Так, ну долго мы за ним ехать-то будем? Как бы задолбало. Так, член экипажа новый. Назовем его Валерой. Не знаю, почему мне так захотелось. Слева необитаемый островок. Не, если бы так просто плыть и ничего тебе не угрожало, да, хоть три часа. Но когда приходится между ними лавировать... Ну, наконец-то сохранение. Так, слева что такое? Трясение точки. Там и без нас ребята на него нападают. Только его завалили. Так, зона поражения Монтир. Монтир. Когда вы находитесь под огнем Мортир или Мортир... Мортир, скорее всего. Зона поражения отображается кругом на воде. Желтый круг означает, что ядро уже выпущено, надо уходить. Когда огур встанет красным, вы получите урон. Так, а нам атаковать его нет вообще? Пока мне написано просто избегайте их. Так, здесь груз есть, блин. Но я боюсь упустить. Наполни каждый дюйм. Так, отсюда уходим. Че они по нам палят-то? Какой-то дурак на них напал, а мы виноваты. Эй, покураки что ли? Так, 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 так. Вроде не должны попасть. Потопить. Так, теперь вы можете стрелять из Мортир на большом расстоянии. Удерживайте ЛБ, чтобы активировать режим прицеливания. Используйте ЛБ для надения Мортир. Зажмите, понятно. Всем неплохо. Вот проклятие. Надо быстрее разобраться с ними. Забудьте про Голиос. Оставим эти кусочки. Так. Блин, опять эти бои дебильные. Много ездить. Много ездить. Стреляю. Блин. Ладно, воевать так воевать. Не очень удобно, кстати, в зоне Мортиры. Попал. Глотные водички. Где еще? Опять запретная зона. Так, по пути хватаем все, что можно. Так, давай, кто там из вас? Так, херовое прицеливание. Ну? Так, у меня закончились Мортиры, что ли? Так, вот так вот тебе бочки, а? Как тебе такое? Так, все, Мортиры не работают. Есть контакт. Так, успели увернуться. Чуть-чуть. Закончились Мортиры, да? Убавить паруса от бури. Придется так воевать. Блин! Так будет проще, если честно. Спустить паруса! Дорвать на ход. Блин! Блин! Все, отлично. Братым и дорога! Не скажу, что было сложно, но было их много. А Мортиры иметь именно пользоваться на большом устоянии, на среднем, тяжеловато. Природная крепость. Там засел француз, капитан Дюкас. Жюльен Дюкас, тамплиер? Звать так, про титул не знаю. Я его знаю. Он вспомнит, что видел мой корабль в Гаване и задумается, кто на борту. Это опасно. Но я не хочу терять Гелеон. Подумаем. Может, дождаться темноты и на абордаж? Хорошо. Так. Пойдемте-ка посмотрим, что мы можем с нашим кораблем сделать. Потому что я вроде большое количество груза нашел, мы можем продавать, это раз. И что-нибудь по защите особенного усилить. Боевать-то ладно, уж как-нибудь не на чем-то катание. Вот защита нужна. Так. Сахару на 700 рублей. И рому аж на 900. Отлично. Так, теперь давайте смотреть. Не хватает, не хватает, не хватает. Мощность тарана. 2000 рублей. Мощность реально на таран ходить. Давайте возьмем. Будем мелкие таранить. Мощность ядер 4000. Блин, денег не хватает. Ну, есть, но на все не хватит. Мощность обычных ядер. Да, ядрами часто пользуюсь. Мортирные ядра. Их не только нету, их улучшать можно. Ладно, на данном этапе нормально. Будем таранить всех. Так, какое у нас текущее задание. Прямо я с ними вместе рад. Какой крутой у нас корабль. Так, давайте смотреть. Да хватит радоваться, все уже. Я весь ром продал. Так. Че, куда нам? Угу, вижу. Одинокий безумец. Тут у нас есть два незнакомых места. Здесь еще и контракты на убийство. Ладно, давайте. Во-первых, начнем с того. Сядем за штурвал. И, наверное, пособираем все то, что ребята выронили. Готовый, сэр! Так. По левой стороне вижу, там кто-то воюет жестко справа. Самый галеон, за которым мы следовали. Давайте соберем все эти ящики. Все-таки воевали, там и довольно тяжело. Так, уходим от столкновения. Собрали урожай и людей. Вообще, я бы поехал на акул поохотился. Есть у меня такое желание. Так, еще вижу впереди. Песня грустная такая. Поют морячки. Все. Давайте теперь смотреть, куда отправиться. А задача у нас... Следующая. Кстати, а где здесь я охотился на... Рыбу-то? Ох, для кого мы плыли-то? У меня теперь сомнение. Или поехать сюда, или поехать по заданию. Давайте, наверное, в ближайший городок заедем. Посмотрим, чем мы там можем заняться. По крайней мере, синхронизируем вышку, чтобы я мог туда быстро переместиться. Интересно, мы будем еще попадать под такой шторм, под которым мы попадали в самом начале. С тайфунами, ураганами и волнами. Так, тут война едет, как бы. Все на этот галеон нацеливаются. Но мы явно этим еще займемся по заданию, поэтому... Особо париться по этому поводу не будем. Так, тянет меня на скалы. Так, на этом острове, кстати, вполне возможно, будет располагаться место, которое изображено на одной из карте сокровищ. Давайте пришвартуемся. Давайте для начала синхронизируемся, как я обычно это делаю. Вообще, это логично, допустим, по пути встречающиеся нам острова синхронизировать, соответственно, включать тем самым быстрое перемещение. А уже потом, между сериями, я буду заниматься их исследованием, потому что в основе своей все это процесс довольно однообразный. Так, чё, что не запрыгнул-то надо? Как ты хочешь, чтобы я сюда залазил? В принципе, исследовав 5-10 островов, уже это превращается в рутина. Интересно, но все-таки рутина. Ну, в принципе, в этой рутине, в этих занятиях и есть все прелесть серии Assassin's Creed. Ну, для меня, по крайней мере, я, конечно же, говорю за себя. Бульк. Так, давайте смотреть, что на этом острове есть, в принципе. Кроме этих двух чудесных сундучков. Где еще один? Наверху. Это чё такое было? Я думал, на него сверху залезть. Хорошо. Так, здесь есть карта сокровищ. Есть сундуки. Есть кабаны. Кабаны-кабанчики. Ну, ладно, займусь этим, наверное, между сериями. А пока давайте на корабль. Ну, будем именно по такой системе, наверное, действовать. То есть я мимо проплываю и моим... Да что же я все время газую-то из той кнопки. О! Обью войну. Не за хрен собачий. Потопил корабль. Просто потому, что я не так эту кнопку нажал. Сурово, сурово. Так, ладно, плывем теперь к точке нашего задания. Ну, очень много, да, здесь именно время уходит на плавание. То есть между точками, между А и Б, как говорится. Но ничего не поделаешь в этом смысл игры. Так, есть еще одна незерная локация, но она относительно далеко. Поэтому займемся мы и попозже. А пока нам вплоть сюды. Капитан, море поднимается. Море поднимается, это значит, сейчас будет шторм, да? Слева, капитан. Там выживший после крушения, капитан. Да я понял, что там выживший после крушения. Здесь еще и груз потерянный. Так, давайте на полный ход. А, в штурм нельзя быстро ехать, да? Ну, по крайней мере, это оправдано. По правому борту, тут человек, думаю, он еще дышит. А по левому я пропустил. Так, галеончик, я не хочу на тебя нападать. А что у тебя есть? Ух ты, блин, у тебя все есть. Ты серьезный тип. Тяжелый яд, разжигательный, сахар. Ну, это, по-моему, тот самый, за которым мы и ехали. Могу ошибаться. Хотя нет, у нас был испанский галеон по заданию, а это английский. Флаг. Английский Великобритании. Да будет свято-королева. Так, правильно хоть плыву-то? Там будем где проплыть, да. Шторм. Перемещаться быстро нельзя. Так, мы, кстати, заплываем в запрещенную зону. Начинаем задание, одинокий безумец. Пришвартовываться не надо, начнем сразу со скрипта. Когда ваша шкала здоровья почти пустеет, покиньте бой. Капитан Очевидность. А я думал, надо на борт подставляться. Господа, как принято в нашем братстве, мы никогда не выполняем слепо приказы одного безумца, но руководствуемся нашим общим безумием. Наше внимание привлек отличный галеон. Мы хотим, чтобы он служил на благо Насау. Итак, проголосуем. Все, кто за то, чтобы напасть на бухту и взять приз, топните и крикните «да». Маловато. Прохнычьте, нет. И парламент не бывал столь единодушен. Агитатор хрена. Так. Выберитесь из джунглей. Я в них еще не забирался. Кстати, довольно-таки атмосферные развалины, да? Ну, помните в предыдущих частях, то есть различного рода катакомбы, да? С огромным использованием паркура. И ограниченным временем были одной из фишек, и я всегда по ним ползал. Старался все исследовать. Так, а здесь мне, наоборот, нужно туда залезть. Правильно я понимаю? Так. Так, где-то здесь есть ящик, но он выше, насколько я понимаю, потому что не отображается. Еще есть у нас артефакт. Абстерго. Где-то вот тут, в этой области. Легко достался. Хорошо. Я думаю, до ящика мы доберемся. Так же легко! А! Яй-яй-яй-яй. Держись, мой друг. Ты был на волосок от провала. Так, ему нужно прыгнуть, да? Так, слышу, где-то ящик прям вверху у меня. Ну-ка, попробуем заползти. Да. Он именно здесь и есть. Ну, а дальше по заданию нам вниз. Так, здесь нам нужно просто прыгнуть вперед, я правильно понимаю? Да. Решили разбавить большое количество водных поездок и сражений немножко наземным паркуром. Я сейчас на утро, потому что я что-то в последней серии наплавался. У меня уже морская болезнь почти. Подташниваю, знаете ли. Так. Блин, хочу залезть сюда посмотреть, что. Синхронизация или просто там нужно будет красиво отсюда прыгнуть в побеги от кого-нибудь. Вангуй, что такое будет. Блин, красотища, какая игра. Все-таки красиво. А с использованием большого количества этой воды, да, лазурной? Так и вовсе. А, я только не падай! Ха-ха. Чертяга. Сейчас бы упал бы, я бы тебе высказал, что я тебе думаю. Так, я не знаю, зачем я все сюда бегу, давайте почитаем. Опасаясь того, что Дюкас заметил его на борту и узнал этот, решает убить тамплиера. Тут, может, его даже нихера не заметил, он все равно решил его убить. Ха-ха-ха. Ой. Подожди, подожди, подожди. Я не ожидал, что ты меня здесь найдешь. Сам виноват. Сколько раз говорю, любопытство карается смертью. Но впереди буду внимательнее. Так, как далеко мне идти. Еще бродить и бродить. Там, кстати, есть еще и точка синхронизации. Так, там кого-то убивают. И они вовремя, пацаны. Судя по всему, так и есть. Пробуем их обойти. Благо, такая возможность есть. Так, там одиноко бродящий стражин где-то. Вижу. Надеюсь, не заметит. Заметил. Меня достали. Замечать. Иди сюда. Ладно. Не ты ко мне, так я к тебе. Исход-то все равно один и тот же. Так, здесь где-то есть артефакт, но я его пока не вижу. И наверху, да? Мы сейчас с этим разберемся и попробуем его завалить. И поэтому попробуем туда заползти. Чего так медленно зайдешь? Как бы ты в штаны насрал. Так, как нам сюда заползти? Через это дерево никак? Никак. А через это? Хм, интересно я кинул. А полианом? Не совсем пока понял. Давайте попробуем так. Угу. Так, что ж ты косой-то такой? Хорошо. Всегда такое чувство удовлетворения. Испытываешь, когда находишь то, что... Ну, не совсем на открытом месте, а... Требует подумать, как туда залезть. Хотя здесь они обычно... Не так уж тяжело расположены. То есть, если постоять и глядеться, всегда можно найти... Дорогу. Так, здесь еще один ящик. Блин, какая красотища! Красотища-то какая! Стоял бы, досмотрел. Ну, надо убивать. Так. Двести метров. Что-то по виду я вам скажу, что больше, чем двести. Так. Прыгаем. Чё-то солдатов не было давно. Вижу. Хорошо. Ну, просто бежим. Так, солдат впереди. Два. Давайте возьмем чё-нибудь. Дым на всех случаях или пистолет. Так, кто-нибудь на меня смотрит? Из них нет? Вроде нет. Поэтому прячемся. Но они полубухие. Я даже сказал. Совсем бухие. Поэтому прокладемся просто мимо. Так. Через дерево. Я думаю, получится. Главное поймать момент. Когда он отвернется. Вот сейчас. То есть, он заподозрил, а потом решил, что не, это не человек. Охранники такие охранники. Так. Прячься. Прячься. Чё, пойдешь проверишь? Так, там на вышке еще паренек. Чё, сразу вдвоем пойди проверить? Что ли? Вы издеваетесь? Такого угла урана не было. Так, один ходит постоянно. Здесь, как я понимаю, можно будет прошмыгнуть. Вот сейчас. Всё, пока, пацаны. Пока. Пока, говорю. Догонит, не догонит? Всё, чисто. Сам напортачил, сам исправился. Найдите Жульена. Давайте найдем. Чё, наверх, наверное, заползти лучше? Тут, кстати, есть точка синхронизации, где-то недалеко. Чтоб сюда можно было быстро добраться. Давайте, наверное, так и сделаем. Будем их высекать, чем меньше солдат, тем проще. Так. Да и просто я потом смогу быстро сюда вернуться, при желании, в любой момент. Здесь солдатов нет, что ли? Получается, что да? А, понятно. Сюда нельзя. По фрагменту памяти. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Так, тогда мне вниз. Так, он на корабле, да? Давай сюда иди. Будем тебя немножко убивать. Так, ну, наверное, проще всего будет через правый бережок. Да? Логично. Плюс там, что здесь еще и груз есть. Только один охранник отделяет нас от корабля. Ну, и тут небольшая проблема. Представьте, как он удивится, когда я ему скажу, умирай! Так. Давайте грузу, чтобы нас никто не засек. Блин, как бесит меня, ведь, постоянно его мытарня с этими грузами. Он то залезет на них, то слезет. Все, поплыли. Ну, довольно легко сюда пройти. Можно было сделать еще более аккуратно, чем я, даже без убийств. Попотрять на это минуту на 5-10 побольше. В принципе, мы и так неплохо прошли. Без особо каких-то проблем. Живее! Живее! У нас еще 4 порта! Так, во-первых, вон нужно найти, а так же нужно просто попасть на корабль. Так, не торопимся. Не вижу. Вижу. Где-то он в той стороне, да. Блин, нельзя его убить. Помнишь свой подарок? Он ответит за меня. Сукин сын! Наглый, как ядро. Да и ума столько же. Извини, приятель. Но твои друзья-тамплиеры не должны знать, что я еще жив. Мне жаль тебя, Буканьер. После всего, что ты видел, что узнал о нашем ордене, ты так и остался просто вором. А это что? Мелкие кражи – предел твоих мечтаний. Или тебе не хватает ума постичь нашу цель? Мир, где рухнули все империи. Мир, где есть свобода. И нет кровососов бродит тебя. Догореть тебе в аду, которую ты создашь своими руками. Так, теперь надо вовремя смотреть отсюда. Правильно я понимаю? А, нет, все, отлично. Бухта наша! Да! Ну, отлично. Продолжаем. У меня теперь острое желание синхронизировать эту точку осмотра, чтобы можно было сюда в зубовом отвернуться. Так, блеск пиратской жизни. Ну, одного из тех тамплиеров, с которым мы встречались вначале, мы завалили. Как минимум их еще будет два. Тут главный старичок, дедочек. О, настоящее. Ну, смотрю, ты отключаешься, вот и решила забежать. Небольшой презент. Мы награждаем лучших сотрудников за усердие. Денежных поощрений тут нет, поэтому так. У меня таких 11. О, бонжу? Конечно, я передам. Похоже, Оливье хочет тебя видеть. Прекрасно. За мной. Тебе на верхний этаж, там все просто. Но вообще новичкам легко заблудиться в здании. Поэтому наши ребята состряпали специальную карту. Проверь коммуникатор. Я отметила там кабинет Оливье. Быстро найдешь. Ну, хорошо. Давайте на этом эту серию закончим. Я буду смотреть, что она подзатянулась. И есть ее логичный конец. Мы вышли из Абстерго. Ой, занянулся, вернее. И теперь будем опять бродить по лабиринтам Абстерго. Будем собирать эти штрих-кодики. Будем все тщательно опять изучать. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Ани Бодиплей. До новых встреч. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok